всем привет у нас сегодня новый день и я сейчас в процессе готовки обеда нарезаю мясо и хотела рассказать что у меня появилась идея сделать сортер для тоннельки своими руками сортер из подручных средств ну то есть я тут кое-что походила по домам кое-что поискала нашла тут различные крышечки трубочки взяла которые мы практически не используем китайские палочки также там еще крышечки от пюре и еще если найду что-нибудь тоже буду использовать приспосабливаться но подходящего не нашла вот только вот такой вот баночку из-под майонеза крышечку баночку сейчас отмыла хорошенько планирую обклеить эту баночку цветной бумагой обклеить также сверху скотчем и сделать надрезы либо вот так вот поставлю либо как обычно положено делаю надрезы и вот здесь вот по бокам для того чтобы через эти отверстия донелька закидывала крышечки хотела бы сделать то же самое но только с закручивающимися крышечкой то есть вот такие вот крышечки у нее прям сейчас по возрасту видимо подходит любит она закрыть закручивать откручивать эти крышечки я видела в интернете берут коробочку допустим из-под обуви приклеивают вот вот такую вот часть отрезанную на коробочке только вот эта вот часть на которую нужно надевать крышечку вообще я не мастер на всякие поделки но попробую хотя бы сделать сортер сейчас пока нарезаем мясо пусть оно тушится время у нас еще не обедено и муж на обед не приходит поэтому я особо не напрягаюсь на вечер достала корочку возможно запеку ее картошкой возможно это будет плов чтобы завтра можно передать на работу еще вчера как я говорила посмотрела донельке пижамку там еще были бодики боди майки на зиму самое то чтобы спинка была закрыта вечером мы пойти с мужем не смогли магазин и я наверное схожу с донелькой сама примерю и там так это у нас косточка обычно я то что у меня для супа допустим косточка и еще какая-нибудь мякоть все это складываю в нижний самый ящик морозилки чтобы не путаться сам внизу у меня все что для супа в серединке это мякоть и наверху это замороженная зелень лед масло для выпечки и всякое такое подобное не мясное а сейчас вот я не туда положила и уже запуталась пока я тут готовлю донеки дала дату пасмазку для льда контейнер и она посидит сортирует свои деревянные игрушки когда мы в Исковногорске встречались с друзьями мужа они подарили нам вот такую игрушку деревянную для мелкой моторики для развития такой шнурочек на деревяшке и вот так вот донелька продевает кто-то показывал игрушечки игрушки разной формы вот такая вот такая интересно донельки вот кое-что новое тоже своего рода это сортер да доча на раскладывать ух молодец да сейчас еще один принесу на вот это тоже положи ой молодец на бананчик положи а нет это жираф все деревянные игрушки мне очень нравятся они прочные хватит на несколько лет и второй и треть ребенок могут с ними играть и на ощупь они приятные молодец ну что это не дешево конечно что делаешь молодец салшни складывай ух тыж сюда можешь поставить внутри складывай умница всем привет это на сегодня новый день тут две лялечки сидят ждут когда их выпущу я не начнут бегать но с собой есть колясочка а пришли мы вот сюда на набережную я обожаю это место она мне так нравится он такой уютная красивая и защищенная ребенок никуда не выбежит люблю люблю не могу сейчас я выпущу покатай свою глянь пока 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 на улице погода классная тепленькая уже можно не убегать от солнца солнце уже не такое палящее да можно смело выходить и 12 дня гулять пока теплые деньки пока не наступила зима а зимой же будем самое обеденное время в час два дня выходить так что упадешь опять дочь иди свою коляску возьмите как будто мало своей маленькой колясочке и кто-то катает свой велосипед и 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 вчера с вечера запекла курицу в рукаве в духовке и сегодня вместе с картошечкой положила мужу на обед так что у него обед с собой и можно не волноваться что он останется голодным до нельки все-таки вчера взяла пижамку идет в комплекте две пижамки классные качество отличное на возраст полтора два и сейчас год и три месяца ну полтора два и будет как раз танюка говорит что и ляля уже выспалась и мы идем ее забирать вон она спит ляля у нас закаленные ходит без одежды днем и ветерами зимой и летом машины там все так же собирает лишние камешки вон там есть у нас такое сооружение в виде юрты в то же время в виде сердца или алмаза на котором в самом начале устанавливали светящиеся сердечки но конечно же наш народ не может все это терпеть и не трогать все это оборвали ничего не светилось вот сейчас снова устанавливают такие красивые сердечки светящиеся надеюсь в этот раз хоть немножко подольше они останутся на месте я так понимаю что это для свадеб для парочек туда вешают замочки да доча ты скоро тоже вырастешь будешь вешать замочки да что ты услышал машинки пойдем наверх посмотрим машинки ты хочешь так прям по траве пойти ну пойдем нарушим у нас тут оффроуд с коляской у нас тут оффроуд с коляской давай 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 смотри смотри паутинка ладно мы решили не нарушать но едем вот так вот кстати в суперлошках о-оу 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 вот еще экскаватор вот еще экскаватор люди добрые кто меня слышит пожалуйста не портите красоту которую делают для вас пожалуйста убирайте за собой мусор не оставляйте нигде бутылки зачем портить то что делают для вас смотрите как красиво люди стараются для вас работают а вы люди стараются для вас работают а вы и и и и и и а и и Снова перекус Стоит этот камаз Длинномер вроде называется Наверное ждет очереди Чтобы заехать вот сюда Интересно, что он привез Я даже не представляю Как он туда будет заезжать Я даже на легковой машине За одним ходом Ну и С трудом, но заехала бы, конечно Но такой камаз туда загонять Мы тут вернулись из Магнума Наш главный фасовщик Все, что приносим мы Она у нас расфасовывает А ей мы вот что прикупили Детская палатка От манежа, который стоял у нас здесь в комнате Избавились Мы вернули его на родину Вернули Это был манежик Данелькиной сестры старшей Свою родной И вместо манежика поставим эту палатку Сейчас откроем и Увидим Ух ты! Миш, доча Нравится тебе в домике? Теперь у Данели своя однокомнатная квартира В однокомнатной квартире Давай развяжу Были всякие разные палатки Видели мы В центре на базаре Различные Есть побольше, чем это С окошками Тоже они, конечно, интересны Но мы хотели именно, чтобы Палатка вписалась именно здесь Ку-ку! Ку-ку! Нам по размеру подошла Лайта Где девочка? Ух ты ж! Вот они, девочки Вот еще, девочки У тебя будет вечеринка, девичник Девочка, да Я пойду покупки разбирать Ну, у нас была сегодня большая покупочка В магазине Вчера мы также закупались в Скифе Потому что в Магнуме нет печенек, допустим В Рахатовских Мы любим именно Рахатовские печеньки Вчера мы были в Скифе Сегодня в Магнуме И посмотрим, что взяли Это жайма для шпармака Лей с солью Нам понравится Без ничего Вкус просто Соленые Чипсы Два Две Взял Муж себе Салфетки Решила попробовать Вот такие Обычно берем Карина Ну, это тоже от фирмы Карина Но стоят они дешевле Посмотрим на качество На базаре взяли Лимон Перец Хочу Замораживать потихоньку Перец С помидорами И отдельно Просто перец Чтобы зимой Добавлять Супы Во вторые Блюда Листья салата Листья салата Виноград Без косточек Данеля Любит такой Сметанку 20% Баклажаны Тоже на базаре Колбаса Дасовская Особая Из всех Нам понравилась Особая Также ели Мусульманскую Еще индейка С сыром Была вкуснее Одну пачку Творога Сладкого До нырки И Тридцаток Яиц Вот такой Фирмы В этот раз Обычно Брали другую Но решили Попробовать В принципе Размер Вроде Яиц Большой И еще Самое главное Взяли Два Арбуза Которые Я сейчас Разрежу Пополам И буду Есть Ложечкой Будем Говорить Правду Правду Зачем Это Зачем Ты Ввел В заблуждение Смерства Сейчас Осень Пришла Пора Перцев Помидоров Они сейчас На базаре Стоят Дешево И Как и В прошлом Году Мы будем Замораживать Перчики На зиму В прошлом Году Делали Перчики В перемешку С помидорами Просто кубиками Либо полосками Кто как хочет И замораживала Я порционно В обычных пакетиках Так Чтобы Один пакетик Шел На одно блюдо Сегодня Я решила По мере Покупки Перчиков Замораживать Чтобы это не было Таким Глобальным мероприятием По чуть-чуть Буду замораживать Каждый раз По мере покупки Сегодня Это просто Перец Без помидоров И складывать Я буду Их В эти пакетики Наполненные Либо наполовину Либо целиком И Нужное количество Буду просто Отламывать И закидывать Либо в суп Либо В другие блюда Перчик Перчик У меня был Помытый Высушенный И чем меньше Влаги будет На перчике Тем лучше Заморозится В прошлом году Я заморозила Вместе с помидорами И У меня Там В каждом Пакетике У меня были Перчики Со льдом Немножечко Но не так Много Не критично Но В этот раз Я постараюсь Чтобы было Как можно Меньше Влаги На перцы Вообще У меня По поводу Заморозок Был целый Список Я хотела Заморозить Побольше Ягод Сморозить Малину Клубнику И все Что можно Заморозить Но Морозилка Моя Мне этого Не позволяет Приходится Делать выбор Между овощами И ягодами Я делаю Выбор В пользу Овощей Так как Это мы будем Есть каждый День Добавлять Во все Блюда Кстати Перец Так же Как и Смородина И петрушка При замораживании Не то Что сохраняет Витамины В этих продуктах Витамина Становится Еще Больше Так что Обязательно Нужно Заморозить Перчик Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...